МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Воронеж собрал ведущих кардиохирургов страны. Почему рубят лес в подгорянском лесничестве? Что такое проактивные выплаты и как они работают? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэйн приветствовала четырех представителей США в Тайбэе в среду, где они обсудили отношения между странами и их важность для торговли и международной безопасности. Во время совместной пресс-конференции Цай сказала журналистам, что прибытие делегации из США стало символом, твердой как скала, поддержки ее страны в условиях обострения напряженности в отношениях с Китаем. Конгрессмен от Массачуссиса Сэт Молтон, член делегации из США, на пресс-конференции подтвердил обязательства Соединенных Штатов перед Тайванем, заявив, что их отношения строятся на общих ценностях. Китай и Пекин будут придерживаться своей политики нулевого уровня ковид перед лицом продолжающейся пандемии коронавируса, несмотря на опасения, что принимаемые меры могут изолировать Китай. Только предотвратив эпидемию, можно стабилизировать экономику. Если суммировать расходы, то меры по предотвращению эпидемии в Китае являются наиболее экономичными и дают наилучший эффект, сказала представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, выступая на брифинге для прессы в Пекине в четверг. Бангладеш. Тысячи активистов Национальной партии Бангладеш протестовали в Читтагонге в среду на фоне того, что оппозиционная партия назвала массовыми репрессиями правительства в отношении своих членов в последние недели. Лидеры НПБ заявили, что до 4000 членов партии подверглись фальшивым обвинениям в насилии во время недавних митингов и считают, что полномочия полиции слишком широки. Власти подтвердили, что в ходе трех протестов погибли четыре человека, но обвинили в этом демонстрантов. Правительство премьер-министра Шейха Хассины, которому в следующем году предстоят всеобщие выборы, также отвергает обвинения в нападениях на сторонников оппозиции. Протесты в стране начались после того, как базирующаяся в Нью-Йорке международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила беспокойность по поводу массовых арестов и полицейских рейдов по домам членов оппозиционной партии. Иран после того, как Израиль договорился об исторической морской сделке с Ливаном, президент Ирана Ибрагим Раиси раскритиковал нормализацию отношений некоторых мусульманских стран с Израилем, заявив, что это не принесет безопасность для сианитского режима. Раиси, выступавший на 36-й международной конференции исламского единства в иранском международном конференц-центре в Тегеране, в своем обращении назвал Израиль и США главными нарушителями прав человека. А верховный лидер исламской революции Айеталла Саид Али Хаминеи на встрече с членами Ассамблеи целесообразности заявил, что иностранные враги разжигали беспорядки в Иране, чтобы помешать стране добиться научного прогресса. Вопрос о вмешательстве врагов в недавние уличные беспорядки в Иране признается всеми. Даже беспристрастные зарубежные эксперты прямо заявили об этом, отметил Айеталла. Верховный лидер подчеркнул, что недавние беспорядки не являются чем-то спонтанным и исходящим изнутри, сообщив при этом, что натиск пропаганды, влияющий на мышление людей, является наглядным примером злодеяний противника. Массовые беспорядки в Иране начались после того, как 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов во время прогулки в парке. Причина – неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини попала в больницу, там впала в кому, а позже умерла. Ее смерть вызвала массовые протесты по всему Ирану, в результате которых, как сообщается, десятки человек были убиты и сотни арестованы. Восточный Иерусалим. Ожесточенные столкновения вспыхнули между палестинскими протестующими и израильскими силами безопасности в лагере беженцев Шуафат к северо-востоку от Иерусалима в среду. На кадрах видно, как десятки демонстрантов протестуют против израильской осады лагеря беженцев Шуафат, держа плакаты и скандируя лозунги. «Сегодня мы хотим, чтобы ситуация вернулась к тому, как это было в прошлом, и открыть контрольно-пропускные пункты, как они были раньше, со всеми открытыми въездами», – сказал местный житель Амин. Израильские военные и полицейские совершили налет на лагерь в поисках предполагаемого стрелка, стоящего за смертельной стрельбой на контрольно-пропускном пункте в Восточном Иерусалиме. В прошлую субботу боевик открыл огонь по израильскому военному контрольно-пропускному пункту, убив женщину-солдата и ранив еще троих. Великобритания. Десятки протестующих против изменения климата приклеились к тротуарам у здания парламента Великобритании в Лондоне в среду, требуя, чтобы правительство инициировало программу по утеплению домов по всей стране. Обычно каждую зиму в Британии от холода умирает примерно 8500 человек. Этой зимой их будет больше из-за энергетического кризиса и повышения стоимости жизни, сказал один из протестующих из движения «Изолируем Британию». «Я был здесь в прошлом году, требуя от правительства изолировать дома самых бедных, начиная с социального жилья, и они вообще ничего не сделали», – объяснил второй протестующий. Члены этой группы экологического протеста блокируют дороги в центре Лондона в течение последних нескольких дней. Десятки людей арестованы. Испания. Король Испании Филиппе VI в сопровождении королевы Летиции и их младшей дочери Софии приняли участие в праздничном параде по случаю Национального дня Испании в Мадриде. В мероприятии также приняли участие государственные министры Испании, члены Конгресса, президенты регионов и мэр Мадрида. В параде приняли участие более 4000 испанских военнослужащих, 150 единиц техники и 84 самолета. День испаноязычных или Национальный день Испании в этом году прошел без ограничений за пандемией и почти удвоенным числом участников по сравнению с прошлым годом. День Испанской нации отмечается 12 октября, потому что именно в этот день, в 1992 году, Христофор Колумб открыл земли Америки и произошла встреча двух миров. Франция. Около ста протестующих, включая чиновников и представителей французских профсоюзов, провели митинги перед зданием мэрии Парижа в среду в поддержку бастующих работников нефтеперерабатывающих заводов. Жан-Люк Миланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», поставил под сомнение рентабельность нефтяной компании «Тоттел». «Мы с бастующими на нефтеперерабатывающем заводе, и мы признаем, что есть люди, которые страдают от этой ситуации», сказал политик. Это правительство отказывается повышать заработную плату, в то время как генеральный директор «Тоттел» увеличил свою зарплату на 50%, тогда как она уже составляет 6 миллионов евро в год. В то время как «Тоттел» получила 18 миллиардов прибыли в первой половине 2022 года, добавил он. Бенуа Мартин, генеральный секретарь профсоюза «Сити-Джи», также присутствовал на митинге в знак солидарности. «Мы согласны с требованиями бастующих по заработной плате, потому что, как и все французы, они пострадали от резкого снижения своей покупательной способности», сказал он. Бельгия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что министрам обороны Альянса в преддверии их двухдневной встречи в Брюсселе необходимо увеличить военную поддержку Украины. «Союзники обеспечили противовоздушную оборону, но нам нужно еще больше», заявил он. «Нам нужны различные типы средств противовоздушной обороны, система малой и дальней дальности, чтобы противостоять баллистическим ракетам, крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам». В переговорах в Брюсселе также примет участие министр обороны Украины Алексей Резников, в то время как в кулуарах также состоится заседание возглавляемой США контактной группы по обороне Украины. Накануне президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить передовые системы противовоздушной обороны. Чешская республика. Министры энергетики Евросоюза на неформальной встрече в Праге в среду разделились во мнениях по поводу того, как может выглядеть ограничение цен на газ и следует ли его вообще вводить. «Мы входим в число 15 государств-членов, которые поддерживают ограничение цен на оптовый газ в Европе», заявил министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Папеско. «Мы не должны терять время, мы должны действовать, и мы должны действовать сейчас. Норвежское правительство не рекомендует устанавливать предельные цены на газ», заявил министр энергетики Норвегии Тарье Асланд. «Если мы просто установим слишком низкую цену, то не получим никакого газа», заявил Свен Гигольд, государственный секретарь Германии по экономическим вопросам и борьбе с изменением климата. Дискуссия пока не привела к консенсусу государств-членов Евросоюза, признал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. При этом он сообщил, что Еврокомиссия готовит свои предложения, которые могут быть рассмотрены на Официальном совете по энергетике 25 октября в Люксембурге. Германия. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, отвечая на вопросы членов Бундестага во время заседания парламента в Берлине, призвал федеральные земли пересмотреть ограничения на COVID-19, поскольку в Германии участились случаи заболевания. Он выступил за возвращение обязательных масок в закрытых помещениях. «Мы позволили федеральным штатам принять соответствующие меры по защите от инфекции с использованием имеющихся данных. В частности, ввести обязательное использование масок в помещение, но также, если это будет необходимо, расширить его даже на открытом воздухе. Но сейчас это не на горизонте», – сказал он. Лаутербах также объявил о создании пандемического радара для федеральных земель, чтобы получать информацию и реагировать. Более холодная погода осенью и зимой, вероятно, приведет к росту заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, и в преддверии сезона правительство Германии в последние дни ужесточает меры безопасности в области здравоохранения. Полиция эвакуировала почти 20 тысяч жителей из района Бокенхайм во Франкфурте в среду, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную на строительной площадке. Бомба весом 500 килограмм была найдена в понедельник утром во время строительных работ. Как только руины будут расчищены, мы сможем увидеть, какой детонатор находится на бомбе, и только тогда сможем решить, как действовать дальше, сказал специалист по взрывчатке. Новости ближнего зарубежья. В Казахстан в Астане в среду открылся шестой саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На него прибыло около 50 делегаций, 27 государств и международных организаций. Состав стран-участниц охватывает 90% азиатского континента. Это первое столь масштабное внешнеполитическое событие после пандемии не только в Казахстане, но и во всей Азии. Встреча во Дворце независимости началась с приветствия глав стран-участниц президента Казахстана Касымом Жамартом Такаевым. Лидеры обменялись рукопожатиями, сделали общее фото и проследовали в зал заседаний. Участников саммита так много, что во Дворце независимости, где проходит форум, не хватало места журналистам. Их разместили в здании по соседству Академии искусств. На форуме планируется обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности информационных технологий, противодействия терроризму. Принципы мировой финансовой системы, позволившие так называемому «золотому миллиарду» жить за чужой счет, должны быть пересмотрены, заявил президент России Владимир Путин на саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, в Астане. Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому «золотому миллиарду», замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет, сказал он. Локомотивом мирового экономического роста сейчас являются страны азиатского региона, отметил президент. И Россия активно участвует в этих процессах, выступает за расширение и углубление кооперационных связей в регионе. Мир становится по-настоящему многополярным и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, добавил Путин. Глава МИД Армении Арарат Мирзаян анонсировал прибытие миссии Европейского Союза на границу Армении и Азербайджана, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Астане в среду. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза господина Шарля Мишеля была встреча в Праге. Там была достигнута договоренность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы разузнать факты. Потом, наверное, у них тоже будет свой доклад, как у миссии ОДКБ, сказал Мирзаян. В свою очередь Сергей Лавров отметил готовность России вносить свой вклад в процесс переговоров. Было бы важно сегодня посмотреть, что еще мы должны сделать для того, чтобы трехсторонние заявления лидеров России, Армении и Азербайджана быстрее воплощались в жизнь. Нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает российским интересам, подчеркнул Лавров. Ракета-носитель «Протон-М» с ангольским телекоммуникационным спутником «Ангасад-2» созданным Роскосмосом стартовала с космодрома Байконур в среду. В Министерстве телекоммуникации, информационных технологий и СМИ «Анголы» во вторник заявили, что зоной покрытия спутника станет вся Африка, в особенности ее южная часть и значительная часть Южной Европы. Новый спутник является частью стратегии правительства «Анголы» по сокращению цифрового разрыва в стране, в частности и в Африке в целом, позволяя охватить услугами телекоммуникации самые отдаленные районы по конкурентоспособным ценам, добавили в ведомстве. «Ангасад-2» – это телекоммуникационный спутник, созданный для «Анголы» на замену «Ангасада-1». Предшественник был запущен в декабре 2017 года и достиг геостационарной орбиты, но спустя день утратил связь с землей из-за проблем с системой электропитания. В среду в Кишиневе протестующие с требованием отставки президента республики Майи Санду выгрузили более тонны яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства. На кадрах можно увидеть, как участники акции скандируют лозунги, слушают выступления активистов и разбирают яблоки. Тонными выкидывают колбасу и сыр в магазинах, а людям не дают, почему мы голодаем. Видели бы вы, сколько продуктов выбрасывают в магазины, поделилась протестующая. Протестная акция прошла в рамках флэш-моба, организованного партией «Шор» и сельскохозяйственными производителями. Новости России. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил о готовности поставлять энергоресурсы в Европу. «Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть только откроют краны и все», — сказал глава государства. Путин отметил, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей ветке северного потока. Может быть, она как-то и повреждена, мы этого не знаем, потому что недопущены, как я уже сказал, к обследованию, но давление сохраняется. Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе, сказал российский лидер. Ранее в четверг, 6 сентября, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что Москва будет добиваться всестороннего открытого расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» с участием российских компетентных ведомств и представителей «Газпрома». В ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин также заявил, Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них, заявил Путин. Глава государства отметил, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией. Однако, вместо того, чтобы работать над возвращением конкурентных преимуществ, своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны еврозоны только усугубляют ситуацию, подчеркнул президент. Ранее в четверг, 6 октября, пресс-служба Еврокомиссии сообщила об утверждении восьмого пакета санкций против России, который включает потолок цен на нефть и нефтепродукты из России. Президент России Владимир Путин отдал свое пальто главе Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду Аль-Нахаяну, который продрог на петербургском ветру, когда лидеры во вторник покидали Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Уточняется, что зарубежный лидер прибыл на мероприятие без теплой одежды, однако в ходе встречи погода на улице резко ухудшилась. На кадрах видно, что воскопоставленные гости с теплой стороны выходят после двусторонних переговоров, накинув на плечи верхнюю одежду Путина. Ранее во вторник президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Нахаян прилетел в Санкт-Петербург для проведения переговоров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа уже превышает 91%. Что касается восстановления поврежденных ниток газопроводов Северный поток 1 и 2, Миллер сказал, Европейский Союз и Германия должны дать четкий политический ответ, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены и дать гарантии дальнейшей безопасности их эксплуатации. И только после решения всех этих вопросов можно приступать к восстановлению подорванных газопроводов, которые займет не один год. В свою очередь, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Данмес положительно воспринял предложение президента России Владимира Путина о создании в Турции крупнейшего газового хаба для Европы. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 305 новых случаев коронавируса. Умерло 4 человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 13 октября в России выявлено 15 477 новых случаев коронавируса. Умер 101 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 388 610 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 305 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 121, в Курской 131, в Белгородской 242, в Тамбовской 98. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Воронежской области умерло 4 человека. В Москве 17, в Санкт-Петербурге 15, в Челябинской области 6, в Красноярском крае 4. За прошедшие сутки в мире выявлено 529 тысяч новых случаев коронавируса. Из них в Германии 145 тысяч, в Франции 67 тысяч, в Тайване 52 тысячи. Умерло 1242 человека. За все время пандемии в мире выявлено 628 404 тысяч случаев коронавируса. Умерло 6 565 тысяч человек. Воронежская область в лидерах по производству молока. У нас третье место в стране по итогам 8 месяцев, сообщает пресс-служба регионального департамента аграрной политики. С начала текущего года произведено 656 тысяч тонн молока. В сутки произведено 2000 тонн молока. Больше всего его производят в хозяйствах Лискинского, Каменского, Бобровского районов. Там в сутки одна корова производила 25 килограмм молока. В других районах только 22 килограмма в сутки. Олеся Лисюк, 41 канал. Воронеж собрал ведущих кардиохирургов страны для обсуждения актуальных вопросов специализированной хирургической помощи. На этот раз научно-практическая конференция была посвящена 90-летию со дня рождения профессора Виктора Булынина, основоположника Воронежской хирургической школы. С именем выдающегося ученого в Воронежском здравоохранении связано развитие кардио- и микрохирургии организации службы трансплантации почки. Путь от первых операций на открытом сердце в условиях гипотермии, а затем в условиях искусственного кровообращения до современных операций был пройден за считанные годы. Этот бесценный опыт вывел Воронежский кардиохирургический центр в число лучших по стране, а его сотрудников сделал признанными профессионалами и новаторами в своей сфере. Мы уже на протяжении 24 лет после смерти Виктора Ивановича делаем подобные конференции в памяти нашего учителя, потому что человек был неординарный, человек был очень цельный, человек был мультидисциплинарный хирург, создал большую школу. Эти конференции позволят прежде всего нашим молодым врачам, ученым увидеть и узнать новое. Это человек, который оказал огромное влияние на всю хирургию и не только сердечно-сосудист, вообще на всю хирургию в нашей стране. И, конечно, мы всегда его помним и всегда чтим его память. Я очень рад участвовать. Это особая честь для меня участвовать в этой конференции. Среди приглашенных гостей и участников конференции по вопросам специализированной хирургической помощи были и военные медики. Именно они спасали солдат и офицеров в ходе специальной военной операции на Украине. В настоящее время кардиологами центра имени Вишневского внедряется новый вид гибридных технологий при самых тяжелых ранениях. При этих технологиях раньше без них невозможно было представить, что человек может выезжать с ранением сердца, когда достаешь пули из сердца, когда достаешь осколки, когда минно-взрывные ранения из сердца в плачки практически разлетаются. Но санитарный транспорт, авиация позволяет этих людей транспортировать в центр, в том числе наш. И мы возвращаем этих людей обратно к жизни. И некоторые из них уже снова на поле боя. Наши хирурги делают то, что когда-то казалось невозможным. Спасают жизни бойцов на операционном столе, у которых пуля внутри сердца. Эти уникальные кадры доказывают, насколько сегодня продвинулась наша отечественная медицина. Новые технологии позволяют спасти десятки человеческих жизней. Но и здесь медики не считают себя всесильными. Количество достаточно большое. Я жизни не спасаю. Я чиню сердца. Я думаю, что жизнь не спасается Богом. Потому что нереально доставить такого больного именно в гибридную операционную, чтобы мы могли эти операции выполнять. Для меня это тоже секрет, который я не могу. Да, это моя профессия, но я никогда не думал, что будет такое количество раненых, и что мы сможем с помощью тех технологий, которые мы развили, сможем это все делать. Научная программа конференции, которая продлится в Воронеже до 14 октября, охватит весь спектр клинических направлений. А ведущие эксперты представят результаты передовых исследований, обсудят научные и практические вопросы хирургии в области сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика такова, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности. Самое главное, что эта тенденция сохраняется и никаким образом не снижается, несмотря на то, что развиваются все виды высоты психологической и медицинской помощи. Поэтому сегодня на первое место становится не только та техника, которую мы внедряем в практику, но и вопросы реабилитации, диспансированного наблюдения за больными. По признанию самих медиков, сегодня сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться одной из серьезных проблем наряду с онкологией и другими болезнями века. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Жителям микрорайонов Придонской новые вернули отопление и горячую воду. После совещания с владельцем котельной и поставщиком электроэнергии, с теплоснабжающей организацией сняли ограничения на работу. Было запущено отопление. Правда, пока батареи у людей холодные. Нужно время, чтобы горячая вода поступила в трубы. Администрация города будет следить за исполнением договоренностей о погашении задолженности. Напомним, из-за финансовых разногласий двух организаций порядка 50 домов остались без отопления и горячей воды. Эта ситуация продолжалась с 10 октября, пока в проблему не вмешалась администрация города. Олеся Алисюк, 41 канал. Все под контролем. В управлении лесного хозяйства Воронежской области объяснили, почему рубят лес в Подгоренском лесничестве. Воронежцы пожаловались на вырыбку леса в особо охраняемой природной территории. Заказник Семилукский. Работы там ведут специалисты Воронежского лесопожарного центра в 59-м квартале Подгоренского участкового лесничества. Как оказалось, до 15% дубов и ясеней на этом участке повреждены грибницами, гнилью, имеют усохшие кроны. Это выяснилось после проведенного лесопатологического обследования. В соответствии с правилами санитарной безопасности, определение и оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляются в соответствии со шкалой категорий состояния деревьев. И если на первый взгляд дерево кажется абсолютно нормальным, то после проведения проверки выясняется, что оно необратимо поражено болезнями и вредителями. Работы по оздоровлению зеленых насаждений продолжаются. С 1 января 2022 года Фонд социального страхования перешел на беззаявительный формат начисления пособий. Что такое проактивные выплаты и как они работают, узнавала Галина Жукова. Теперь для получения пособий по оплате больничного листа по беременности родом, а также единовременного пособия при рождении ребенка, застрахованному лицу не нужно заполнять заявление на выплату или предоставлять дополнительные документы. Начисления становятся автоматическими. Правительством Российской Федерации поставлена задача сделать социальные выплаты максимально доступными для граждан, простыми, информированными, чтобы гражданин мог получать эти выплаты без сбора дополнительных лишних бумаг. Упрощенная система социальных выплат подразумевает активное взаимодействие Фонда соцстрахования и работодателя. Но пока это нововведение еще недостаточно отлажено. Главная сложность – слабая техническая база. Все-таки переходно-аппаративный режим, он требует, что называется, технической оснащенности наших работодателей. Это должны быть и технические средства компьютеры, должно быть программное обеспечение, ну и субъективное должно быть умение пользоваться этими средствами. В настоящее время информация о больничных и рождении детей приходит в Фонд социального страхования, минуя работодателя. Правда, важно знать, что пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня выплачиваются работодателем из собственных средств, а с четвертого дня – из средств ФСС. Больничный лист Фонд социального страхования оплачивает после получения из медучреждения электронного листка нетрудоспособности, а пособие по рождению ребёнка начисляется после получения сведений из ЗАГСа. Это первый вид, скажем так, пособия по материнству. Выплачивается в фиксированном размере и назначается уже с января 2022 года в проактивном режиме на основании актовой записи у рождения ребёнка. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица. При этом в 2022 году определены минимальный размер ежемесячного пособия, который составляет 7677 рублей, и максимальный размер в сумме чуть более 31 тысячи. Все проактивные, то есть беззаявительные выплаты, связанные с материнством и детством, производятся быстро, адресно и удобно. Отзывы, естественно, весьма положительные, потому что так как мама практически постоянно осуществляет уход за ребёнком и находится в непосредственной связи с ним, беззаявительный порядок очень для неё удобен, в том плане, что никакие дополнительные документы ей не нужно предоставлять, всё передаётся в автоматическом режиме и уже практически выплачивается без её участия. Единственное, что требуется от нас – повышать свою информированность и активно пользоваться порталом Госуслуг. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Почти 5000 детей родились в Воронежской области в третьем квартале 2022 года. На свет появились 1907 первенцев. Вторые дети появились в 1703. В воронежских семьях – третьи – в 741 семье. Четвёртые последующие появились у 339 родителей. В одной семье родился 10 ребёнок. Из общего числа рождённых малышей появилось 56 двойняшек. Девочек родилось 2264, мальчиков – 2451. Самыми распространёнными именами в третьем квартале среди новорождённых в нашем регионе стали Михаил и Мария. А вот во втором квартале родилось почти на 500 малышей меньше. Двое из родившихся стали десятыми в своих семьях, ещё трое – одиннадцатыми. В семье из Новоусманского района родился 12-й ребёнок, а в семье из Кантемировского – 13-й. Их общее количество составило 4 219 новорождённых, тогда как в третьем квартале на свет появилось 4715 детей. Галина Жукова, 41 канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!